Истинное покаяние Которое мы признаем по нашему нерадению По нашему грехолюбию Совершив нечто Богу неугодное Святитель Феофан, например, советует одному из духовников Не читай сразу раздержительную молитву Тому брату покаявшемуся В котором не чувствуешь достаточного сердечного сокрушения О собственном грехе Особенно если грех значительный Ведь можно прийти чуть ли не с самодовольством Объявить батюшке Ну в том-то и том-то я, батюшка, грешен, грешна Ну уж понимаю, что Непохвальное дело Поэтому на исповеди называю Но чуть ли не Есть повод собой гордиться Вон куда меня занесло В какие клубы В какие низы общества И вот я, понимаете ли, теперь имею особый опыт Выкарабкивания из Этих самых Вонючих луж И топких болот Очевидно, что подлинное благолюбие Боголюбие и страх Божий Проявляется тем, что при согрешениях человек чувствует сокрушение сердечное И в отсутствие сокрушения сердечного как раз И полезно бывает Походить с выполнением какого-то дополнительного молитвенного правила Или поклонов Которые назначает священник Для чего? Говорит, походи Так вот Феофан Затворника советует Не читай разрешительную молитву А скажи, походи еще Так Почувствуй тяжесть греха Попроси у Бога сокрушения сердечного А потом приходи И вот человек, который получает такую отповедь Не сподобляется прощения греха Именно по причине недостатка самоукорения Конечно, получает повод всерьез задуматься Пересмотреть отношения к своему собственному падению А то и быть потрясенным Прежде не прочувствованной его опасностью Прежде не прочувствованной его глубиной отчуждения от Бога Отсутствие страха Божия Отсутствие благодарности к нему Устремленности к нему Нечуткости совести своей Вот это духовный сон, если не духовная смерть Они бывают причиной того, что и сосвершивший, и сознающий свой грех Однако не имеет сердечного раскаяния Подлинного самоукорения А только лишь из какой-то привычки Знает, что надо с этим приключением Не прежде приступить к чаше Евхаристии Чем назвав этот грех на исповедь И тут дело, конечно, чуткого священника Посоветовать искренне оплакать свой грех Прежде чем считать его прощенным В нашей православной традиции Нет такого западного лжеучения О том, что грех прощается Только при условии исполнения Какого-нибудь наказания за него Как это свойственно Таллическому учению Мы верим в то, что за самоисповедание И в процессе таинства исповеди Человек получает прощение греха И ни в этой жизни, ни в будущей Исповеданный грех не поменется Но как, признаем мы, действует таинство Конечно же, совершает его Канонически, правильно, рукоположенный священник Но еще необходима и воля обоих К получению того, что каждый из таинств Дает человеку И вне этого личного произволения Вне этого собственного усердного выбора Таинства не совершается Это условия его совершения И не просто их опера-опера Как говорят католики В силу совершаемых действий Когда правильно рукоположенный священник Произносит определенные слова Совершает установленные действия И таинство неизбежно совершается Наша вера святоотеческая Предполагает обязательные веру И произволение И совершающего таинства И тот, кто является участником Таинства В нашем случае кающийся Значит, это необходимое условие Действие таинства Это собственное Не просто признание греха Но и о нем сокрушение Воля человеческая Направленная на очищение души Получение освобождения От этого греховного Обожжения От этого греховного повреждения Которое пришло на душу И сделало ее калекой А кому хочется всерьез Оставаться калекой Или просто сказать Что я калека И при этом не попытаться Вернуть свою возможность Полноценной жизни Так и душа Если она осознанно Признает свою греховную поврежденность То на таинстве исповеди Свойственно ей С теплым чувством С окрушенным И с плачем сердечным И спрашивать у Бога Прощение грехов И несомненно Именно тогда Оно Это прощение На душу и приходит Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok